Итак, друзья мои, всем привет! Сегодня у меня будет обзор на флагманский ноутбук от компании Ninker. Этот ноутбук сейчас стоит 70 тысяч на Алиэкспрессе. Ноутбук с топовыми характеристиками, с 32 гигабайтами оперативки, с 1 терабайтом внутреннего диска и с процессором Intel Core i7. А именно i7-13620H. То есть индекс H говорит нам, что этот процессор уже очень и очень мощный, можно сказать, игровой. Но при этом здесь нету отдельной видеокарты и видеоядро встроено в сам процессор. Фронтальная камера. Интересно, зачем они это пометили, как будто у других ноутбуков нет фронтальной камеры. Также здесь есть поддержка Wi-Fi 6, клавиатура с подсветкой, 1 терабайт SSD-шник, 16 дюймов экран. Собственно, даже уже по названию Ninker N16 Pro понятно, что здесь диагональ 16 дюймов. Весит он почти 2 килограмма, цвет серый. Мне понравилось, что в комплекте с ноутбуком идет фирменная проводная мышь. Такого я еще раньше не видел. Но только у ноутбуков этого бренда тоже они все время кладут такую мышку. Такой вот блок питания на 65 ватт черный. Ну а вот он, друзья мои, и сам ноутбук Ninker N16 Pro. Серый цвет, черная клавиатура, небольшие рамки вокруг экрана и предустановленная Windows 11 уже сразу из коробки. Вот так он выглядит в закрытом состоянии. Здесь матовая поверхность, логотип Ninker. С этой стороны у него выход под LAN-порт интернет, USB-шник, разъем для наушников и разъем для зарядки. То есть здесь всего один USB-выход. С обратной же стороны... Ой, я его поцарапал. Слушайте, это походу пластик. Это не металл, это пластик. И он такой, знаете, шершавый-прешершавый-прешершавый. Так, с этой стороны у нас какие разъемы. О, здесь уже два USB-3, HDMI и Type-C есть. То есть всего у него три разъема Type-A. Нормально. Но нет microSD-ридера. Кардридера нет, поэтому придется здесь подключать какой-то дополнительный переходничок. Вот так вот выглядит он снизу. Здесь отверстие для лучшего, так сказать, охлаждения, чтобы он дышал. Серийный номер, информационная наклейка, резиновые ножки. Здесь, как я понял, вырезы под динамики. Ну и, собственно, все. Откручивается он с помощью вот тут отверточки небольшой. Задняя спинка снимается, когда выкрутишь все эти винтики. Аккумулятор несъемный, естественно. Я недавно тестировал Ninkir 14, и там не было вот такой выемки. Его было очень тяжело на открыть. Здесь хотя бы додумались сделать такую специальную выемку под палец. То есть ты сюда палец просовываешь, вот видите. А там было вот так вот, как здесь. Видите, нельзя было подковырнуть. Здесь сделали выемку по центру, и ты одним пальчиком можешь реально открыть ноутбук. Это, блин, такая сейчас редкость. И такая сейчас, ну, вещь, которая практически нигде не работает на Windows ноутбуках. Это, типа, все говорили, отмечали, что на макбуках так работает, и это очень удобно. И здесь просто Ninkir китайский ноутбук делает это. Но единственное, я не понимаю, почему у них нельзя было сделать на всех моделях так. Почему на этом это все нормально работает, на других нет. Еще мне кажется, что здесь тачпад относительно центра ноутбука смещен больше в левую сторону. И тачпад, честно признаться, не особо крутой, потому что, ну, опять он шершавый, я не знаю. И он какой-то расхлябанный, я им уже пользовался. Вот такие вот скроллинги не очень хорошо работают, когда вверх-вниз. То есть я бы по-любому к этому ноутбуку подключал дополнительно мышку, потому что тачпад здесь на троечку из пяти баллов. Но зато здесь есть сканер. В тачпаде встроен сканер отпечатков. То есть чтобы нам каждый раз не вводить какой-то код-пароль для разблокировки нашего ноутбука, мы можем сделать вот так, и все, и он сразу автоматически считывает наш отпечаток как телефон и разблокируется. В этом плане удобно. Но сам тачпад, даже слышно, да, палец по нему скользит не очень хорошо. Да и сам тачпад, да, я говорю, вот эти вот свайпы такие, они, ну, не совсем идеально отрабатывают. Зато неплохая клавиатура. К клавиатуре вообще нет никаких претензий, клавиатура сделана классно. Плюс у клавиатуры есть еще подсветка клавиш. В темноте это все работает, но сейчас вот и не видно будет, потому что... Так, сейчас. Подождите, понизил экспозицию, надо нажать Fn и... Что она не включается? А, вот F9, не то нажал. Вот, видите, сейчас экспозицию еще раз понижаю. Хоп. И здесь есть подсветка. Но это хорошо будет видно в полной темноте. Вот я понизил яркость экрана на максимум. И смотрите, у меня сейчас выключена подсветка клавиш. Здесь есть два режима, как и на прошлых ноутбуках Ninkir. То есть это вот слабая подсветка и включается еще один режим мощной подсветки. Очень красивая белая подсветочка, прям как на макбуках. Смотрится топово. Если делать фотки ночью, как ты сидишь, работаешь, руку вот так на клавиатуру. Все, как будто ты реально крутой чувак, купил себе крутой ноутбук с подсветкой, с офигенной. Все подсвечивается равномерно. Мне очень нравится эта подсветка, реально выглядит просто бомбезно. И можно даже ее сделать чуть послабше, если вам не нравится такая яркая, сильно по глазам бьет. Можно сделать вот такую вот. Она такая лайтовая, но все равно все видно. Офигенно. Люблю ноутбуки с подсветкой клавиш. Вот, можно ее вообще выключить. Днем, естественно, вырубайте, чтобы не тратить энергию, чтобы лишний раз не горела подсветка. Так же, что еще по клавиатуре? Она не сильно громкая, то есть печатать можно не сильно громко. Там, если сидите где-то там аккуратненько в библиотеке, чтобы не шуметь. Раз, раз, кнопочки нажимаются мягенько и особо не шумят. Ну, офигенно, офигенно. По клаве у них вообще никаких претензий. Вот тачпад, да, не особо, а вот клавиатура просто идеально сделана. И кнопка нормально вынесена, кнопка включения вверху клавиатуры, а не как у 14-й модели была вот здесь сбоку. Это очень неудобно было включать ноутбук. Сейчас она просто находится вот здесь. Кстати, а как здесь повышается яркость экрана? Смотрите, зажимаем Fn и вот эту вот кнопочку вверх либо вниз. И это регулирует яркость. А вот это регулирует громкость. Все удобно, все очень просто. Если мы ее просто нажимаем, то ничего не происходит. Нужно именно с зажатием Fn. Итак, проверочка этого супермощного железа. Что у нас? i7-13620H. Ну что, проверим. 10 ядер, 16 потоков, 1 процессор. Очень мощный, конечно. 32 гига ОЗУ. Поехали. Run CPU Benchmark. Сейчас посмотрим, сколько он в Geekbench выдаст в последнем шестом. Опа, нифига себе! 2 300 и 8 600 в многоядерном режиме. На самом деле это очень хороший результат. Этот процессор реально с потенциалом большим на будущее. Но единственное, что он не игровой, потому что нет видеоядра. Если бы стояла здесь какая-нибудь видюха отдельная, было бы вообще супер. И, кстати, этот ноутбук вообще тихо работает. То есть он не шумит в простое. Он не включает вентиляторы. Это плюс. Следующий тест это Crystal Disk Mark. Проверяем скорость диска. 1 терабайт здесь установлен диск. Нажимаем тестирование и пошло-поехало. Кстати, экран, ну как бы вот этот, да, крышка, это не разворачивается на 180 градусов. То есть, ну, нельзя его полностью в плоскость в одну разложить. То есть вот максимальный угол наклона. Вот он, вот он, максимальный угол наклона. Дальше она не идет. И экран здесь не сенсорный, не сенсорный. Экран, кстати, матовое покрытие, не бликовое. Не бликует. Очень классно, что не глянец, а матовое покрытие. Офигенно вообще смотришь. И вообще никаких бликов там нету. Такие результатики. Ну, не самая быстрая здесь память, понятное дело. Но все равно очень и очень быстро. Неплохо. 2300 на чтение. На записи почти 2000. А сейчас-то как он загудел, ребята. Вот сейчас у меня идет тест. Мультикор. Одно ядро. И сейчас закрутился вентилятор. Закрутился, завертелся. Слышно, думаю, да? Ну, это потому что под полной нагрузкой он фигарит. Вот один вентиль. А тут, походу, только один вентилятор. Да. Ох, жар идет отсюда. Жар идет, ребята. Работает на всю катушку процессор сейчас. Просто это нагрузит его. Сайнбенч вообще грузит по-жесткому. Диспетчер задачи посмотреть. Загружен полностью процессор. Такие результатики. Значит, 580 в мультиядерном режиме и 102 в одноядерном. И он, посмотрите, чуть-чуть в однопотоке проигрывает Apple M1. Чуть-чуть. Но мощнее даже Ryzen 7 5800X. 102 балла, а Ryzen набирает 96. То есть, это очень такой неплохой процек. А если в многопотоке посмотреть, на каком мы месте мультикор, то здесь мы... Да, тоже под M1 Max мы находимся. Но при этом мощнее, чем обычный M1. О, как интересно. Так, вот у нас какая камера. Ну, камера так себе, конечно, она с этим, с подсветкой. То есть, когда она активна, она подсвечивает. Блин, ну камера что-то совсем какая-то это... Поставили камеру не особо крутую. Для фото и для видео. Если мы снимаем видео, то, возможно, это HD только, да? Или это все-таки Full HD такое? Нет. О, 480p! Серьезно? Она снимает 480p? Офигеть! 4 к 3. А почему? Подожди. Она же 16 к 9. Или если я нажму запись, она... Нет, это вроде 16 к 9 съемка. Ну-ка. Минуточку. Инфа о видосе. Где можно посмотреть инфу? Нет, это все-таки Full HD. 1280x720, но всего 25 кадров в секунду. Да, на камере здесь сэкономили. Так, ну, сделаю сейчас фоточку. Бац! И вот как она выглядит. Решил проверить, какая здесь громкость максимальная. Ставлю максимум. Добавляю. Тут и кнопкой. Вот она, максималочка. Звук действительно идет из этих нижних динамиков. Вот здесь тоже перфорация. Я думал, может, отсюда еще. Но нет, здесь это просто фальш. Фальш-перфорация. Здесь динамиков нет. Если приглядываться, то это просто пластик. Звук тоже тихенький такой. Ну, на четверку с минусом, наверное. Но зато экран крутейший просто. Матовый, большой. 16 дюймов. Но звучит на четверку по-любому. Здесь еще и заявлено, что экран 165 Гц. Но я, честно говоря, этого не особо-то заметил по ощущениям. То есть, для меня это уже как норма. Разрешение 2560 на 1600. Это нормально. И здесь аккумулятор 5500 мА. Позволяет проработать где-то 4-6 часов без подзарядки. Ну, то есть, два фильма посмотреть стандартно времени хватит. Но не сильно он, так скажем, автономный. Ну, так, тоже показатель, можно сказать, средний по автономности. Итого, какой вывод можно сделать про этот ноутбук? В принципе, дизайн стандартный. Мне нравится, что он открывается одним пальцем. Достаточно разных разъемов, выходов. Но не хватает разъема под флешки. Есть сканер отпечатков. Тачпад на четверочку, наверное. Потому что, ну, он не сильно гладкий. И вот здесь вот зазорчик, например, с левой стороны больше, чем с правой стороны. То есть, и вот внизу тоже. Вот самый большой, мне кажется, вот с этой слевой стороны. Звук тиховат, честно говорю. Вот здесь вот два динамика, но они какие-то тихие-притихие. При этом мне понравился экран. Матовый, классный, антибликовый. Здоровый, разрешение хорошее. Ну, экран здесь потрясающий. Очень яркий. Также мне понравилась клавиатура. Производительность. Все летает, все быстро работает. Одиннадцатая винда уже стоит по умолчанию. Но нет видеокарточки. Много памяти. 32 гига оперативки, 1 терабайт внутренней памяти. Не особо крутая веб-камера. Ну и в целом, как и в любом другом ноутбуке, есть свои плюсы и минусы. Ну, вот так вот он выглядит. Я думал, что он будет, кстати, побольше, потяжелее. Но не сказать, что он прям сильно тяжелый. 1,9 килограмма весит. То есть, в принципе, даже можно с собой куда-то брать. Но и не маленький уж совсем. Да, такой тоже. Опять-таки, средний. По габаритам средний. Немаленький, небольшой. Все у этого ноутбука, знаете, такое как бы среднее, можно сказать. Но самое крутое, что здесь есть, это его процессор. Вот на таком процессоре сейчас ноутбуков еще стоит поискать. Это реально очень-очень один из самых мощных мобильных процессоров, который вставляется сейчас в ноутбуке именно. Так что, ребят, вот такой вот Ninkir N16 Pro. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. До скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok